1 сентября традиционно становится своего рода точкой отчета даже для тех, кто уже очень давно вышел за школьные двери. Что говорить о людях, чья профессиональная или учебная деятельность напрямую связана с этой датой? Испытывая волнение, связанное с началом учебного года, мы не должны забывать и о питомцах, за лето привыкших находиться рядом с хозяевами и дарить им свою безраздельную любовь, сентябрь может превратиться в тяжелый период для всех членов семьи, и мы хотим поговорить о том, как можно смягчить стресс этого месяца для наших четвероногих друзей. В первую очередь давайте разберемся, как определить, что ваш домашний любимец переживает тревожный период. Во время разлуки с хозяином животным свойственно менять свое привычное поведение. Если ваша собака внезапно начала скулить, дрожать, пускать слюни, учащенно дышать, испражняться в помещении, лаять, выть, рушить все вокруг или отказываться от пищи, эти действия могут быть сигналом о стрессе, испытываемым питомцем. В случае с кошками также необходимо отметить изменения в поведении, в большинстве случаев при стрессе они тоже склонны не принимать еду или испражняться в неположенных местах. Но что делать, если вы заметили что-то из вышеперечисленных знаков? Превратите свой выход из дома в незначительное событие. Зачастую перед тем, как выйти в школу или на работу, нам становится очень трудно оставить своих друзей в одиночестве, мы зацеловываем и обнимаем их, извиняясь за расставание и превращая события в некую церемонию. В сознании питомцев тревожность хозяев в такие моменты связывается с чем-то негативным, и в ответ они тоже начинают грустить. Постарайтесь буднично прощаться с вашими домашними животными, соберите свои вещи, погладьте питомцев по голове и покиньте дом. Собирайтесь заранее, в идеале оставляйте все необходимые предметы для выхода прямо у двери. Если с утра вы в суматохе носитесь по дому, судорожно пытаясь найти забытые вещи для школы, эта нервозность передастся вашему питомцу. Чем спокойнее вы сделаете выход, тем спокойнее его воспримет ваш компаньон. Если вы счастливый хозяин собаки, постарайтесь совершать с ней долгие прогулки до начала рабочего дня. Позвольте питомцу бегать, прыгать, поиграйте с ним в мячик, пусть ваш четвероногий друг даст выход всей накопившейся энергии и немного устанет к моменту вашего ухода. Наигравшаяся собака, счастливая собака. Выберите игрушку или лакомство, которое питомец будет получать только в случаях, когда остается дома в одиночестве. Пусть это будет что-то особенное, что то, что он будет любить больше остальных игрушек и лакомств. Так домашний любимец будет ассоциировать ваш уход с любимым поощрением, и это поможет ему пережить тревогу от разлуки гораздо лучше. Подумайте над тем, чтобы нанять кого-то для прогулок с вашим домашним животным, или же определите его в детский сад для собак. Для некоторых питомцев общество других животных и коммуникация с ними становится огромным удовольствием, в то время как другие гораздо больше любят находиться дома. Подумайте, возможно, этот вариант отлично подойдет вашему любимцу. Возвращение в школу неотъемлемо связано с большими изменениями для всей семьи, поэтому дайте вашим питомцам время для создания новых привычек и адаптации к новому расписанию. Если же со временем стресс ваших домашних животных не уменьшится, обязательно назначьте консультацию с зоопсихологом и обсудите возможности решения сложившейся ситуации. Если видео было вам интересным, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.